Привет с вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня мы с вами побеседуем, чем же будет отличаться бетка на ПК от бетки на консоли. Есть небольшие изменения, то есть не прям кардинальные, но есть. Всё-таки Bungie прислушались к бета-тестерам, которые были с 18 по 24 июля, играли на консолях. Вот, и теперь же мы увидим небольшие изменения именно на ПК после этого теста. У нас она стартует через пару недель. Что же мы увидим на ПК? Значит, пользователи получат доступ к первой сюжетной миссии. Ну, то же самое было и на консолях. К миссии Spare. Ну, те, кто играл в первую часть, эти миссии называли страйками, но мы будем отходить от этой дикости. И двум режимом мультиплеера. Контроль и каунтдаун. Да, то есть мы получаем две миссии, сюжетку обычную миссию и два режима мультиплеера. То же самое, кстати, было и на консоли. То есть тут никаких отличий нет. Вот. Например, в матче контроля, то есть первые изменения пошли, матче контроля будет проходить на новой карте. Дживелин 4 вместо Миттауна. То есть вот тут они поменялись. Зачем? Не знаю. Наверное, решили потестить ещё одну карту. А вот смогут ли игроки посетить социальную локу? Не сообщалось, кстати, на ПК, в отличие от консоли. На консолях, кстати, социальную локу открыли у нас на час. Вот. Она вмещает до 26 игроков. И чем вы дальше будете её проходить, тем больше она будет видоизменяться. Вот. Что такое социальная лока? Это, грубо говоря, из разряда там, где может 26 человек ходить, там, поле, ну, ферма она будет называться. Вот. В первой части это была башня. То есть, почему 26 человек, честно говоря, не знаю. Могли бы сделать и побольше. Также бета будет отличаться от консоли некоторыми элементами геймплея, какие прям точно не сообщаются, просто сказали, что по геймплею будет изменено. В том числе увеличит количество выпадаемых патронов и быструю перезарядку абсолютных способностей, да. Её называют также, товарищи из первой части, суперами. Потому что была такая фишка, что некоторые использовали вот эту абсолютную способность, а в итоге получалось, что она откатывалась лишь под конец матча. И она нахрен никому не была нужна. То есть, Банжи прислушались к некоторым моментам с теста, который был у нас, я уже говорил, две недели назад. Вот. Что касается самой игры, то, возможно, она ещё изменится к выходу, к релизу консолей, да. То есть, там, какого там, 6 или 8 числа. И, я думаю, может измениться и к релизу ПК. Потому что у Банжи есть такая практика, они могут изменить геймплей очень даже сильно. Потому что, как они и сами рассказывали, у них вот это, то, что они дали поиграть в бете, это было сделано ещё давным-давно. Поэтому элементы, возможно, будут ещё меняться. Я буду следить за новостями по поводу Destiny. Спасибо, что смотрели. Делитесь данным видео с друзьями. Всех благ.